Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Последний рейс на Гоголя во время движения умер водитель 15А. 14 часами ранее на этой же улице произошло еще одно странное ДТП. Столкнулись две иномарки лоб в лоб. Рено-удар выдержал от Хюндайни. Сколько пострадавших? Простые ответы на сложные вопросы. В гостях у школы активного гражданина побывал мэр Бобруйска. Два часа пролетело так незаметно. Что обсудили? К нам пришла весна. Вот и дождались. Утренний хор птиц вместо будильников. Синоптики предвлекают резкое потепление. Насколько поднимется градус термометра? А также отечественная вакцина, мониторинг цен и культурный форум. Стала известна дата проведения Славянского базара, когда пройдет торжественная церемония. Злополучное направление. Сегодня к улице Гоголя приковано внимание СМИ. Здесь произошли сразу две серьезные аварии. В одной из них, к несчастью, не обошлось без трагедии. Все подробности у Максима Кембеля. Эта авария на Гоголя случилась без малого в два. Подъезжая к пункту улица Семисалова, 15А остановился. Но двери так и не открылись. Пассажиры обратили внимание, что водитель не двигается, и открыли их самостоятельно. В это время рейсов автобус начал движение. Люди выходили на ходу. Один из пассажиров разбил стекло водительской кабины и вытянул ключ из замка зажигания. Масс выехал за пределы проезжей части и припарковался на тротуаре. По предварительной информации, водитель 1961 года рождения умер прямо за рулем. По факту ЧП проводится проверка. На месте работают следователи. Пассажиры и пешеходы, как сообщается, не пострадали. Перекресток Гоголя и Крылова уже давно сыскал славу одного из самых аварийных. Утро четверга, к сожалению, тому подтверждение. На часах 9.55. Французский минивэн движется по Гоголя со стороны Октябрьской. В это время японский седан стоит в другом направлении и ждет разрешающий сигнал светофора. В совершенно другой полосе. Их пути никак не должны были пересечься. И вдруг удар. Столкнулись две иномарки лоб в лоб. Рено удар выдержал от Hyundai. Передняя часть последнего сложилась гармошкой. Водитель Hyundai потребовал медпомощь, но в госпитализации он не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Главный вопрос. Как и почему Рено вылетело навстречу? Людям, которым известны обстоятельства этой аварии, госавтоинспекция просит позвонить по телефону. 71-55-55, либо 59-01-99. Максим Кемель, Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Образовательный проект продолжает шагать по городским гимназиям. Сегодня простыми словами на сложные вопросы отвечал мэр Бобруйска. Что такое активная гражданская позиция и почему она нужна? Школа активного гражданина – проект уникальный в своем стиле. Особенность таких уроков в том, что вместо учителей знаниями делятся известные люди – политики, депутаты, спортсмены. Так в третью гимназию пришел главный человек в городе – мэр Александр Студнев. Вначале немного о себе. Школа, университет, работа, руководящие должности и переезд в Бобруйск. Ребятам интересен буквально каждый шаг в жизни гостя. Ну а за главной темой разговора стала дата 2 апреля. День единения народа в Белоруссии и России. Понятно, только ей не ограничились. Вопросы на любой вкус. Что помогло вам добиться успеха? Труд именно с этого все начинается. Я уже вам сказал, наверное, вы уже просчитали. 94-й год, именно лихие 90-е, они были такие непростые. Мы немножко уже по старше поколение это прекрасно понимаем. Вот именно когда мы говорим и про право выбора, где учиться, именно работы, было, конечно, непросто. Мы даже когда уже учились, когда я закончил, учился в техникуме, даже в выходные дни, имея определенные уже квалификации как строителя, определенного каменщика, по выходным ходили на стройку и подрабатывали. Спросили ребята и про итоги 6-го Всебелорусского народного собрания. Например, кто должен стать локомотивом развития страны? Ответ председателя лаконичный – молодежь. Вопросы звучали и о хобби Александра Студнева – семейных традициях, друзьях, любимых фильмах. Ближе к завершению разговор из официального перешел в разряд дружеской беседы. Длился он больше двух часов. В конце председатель пожелал ребятам быть уверенными в себе и во что бы ни стало добиться всех целей, ведь дорогу осилит идущие. Сегодняшнее такое общение я вот и для себя определенные выводы сделал. Уверен в том, что надо, наверное, это во-первых тиражировать, а второе – надо общаться больше с ребятами, с молодежью. Потому что такой креатив, такой запал, я вам хочу сказать, этих два часа пролетело так незаметно, что я для себя даже на определенные вопросы, которые они задали, мне было на самом деле интересно, даже приятно вспомнить. В общем, вас могут звать любую школу, вы обязательно придете. Да, я готов. От бизнеса до политики вопросы звучали не по-детски серьезные, но ведь в нелегких дискуссиях и формируется гражданская позиция. Мне было очень интересно услышать ответы от человека более старшего возраста и о том, что он думает по заданным вопросам. Они были не только политического характера, но и личного, о личных качествах, о том, что важно людям и что нужно ценить. И это было не только познавательно в плане города, в плане ее истории, но и в плане каких-то внутренних качеств человека, которые стоит приобрести и сохранить в себе. Шаг – это не учебник, а уроки из жизни. Ведь ребятам, как и многим людям, нужен правильный пример. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Дипломированные специалисты, жилищный вопрос и пробка на выезде. На белорусско-литовской границе обостряется обстановка, сколько в очереди больших грузов. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси упростили отчуждение покупку старых и пустующих домов в сельской местности. Соответствующий указ подписал президент. Новые правила касаются жилья, возведенного до 2003-го. Такие постройки будут изымать без документов, удостоверяющих на них права. Ветхие пустующие теперь включают в единый реестр. Доступ к нему будет бесплатный. Право на продажу отныне у местных исполкомов. А покупателям будут предоставлять рассрочку за оплату на три года. В стране при распределении студентов-медиков будут учитывать их вклад в борьбу с коронавирусом. В поликлиники и больницы Республики во время первой и второй волны направили более 2,5 тысяч старшекурсников. Теперь они смогут вернуться в знакомые коллективы уже дипломированными специалистами. Только в Витебске с первым рабочим местом определились более шести сотен выпускников. В Беларуси продолжается мониторинг цен на лекарства. Представители Совета Республики отслеживают цифры на витринах аптечных сетей в своих регионах. Чтобы не допустить необоснованного роста стоимости медпрепаратов. Напомним, с января в Беларуси до лекарств применяется ставка НДС 10%. Сейчас госорганы занимаются разработкой механизма по нивелированию влияния роста ставок на цены. Обстановка на белорусско-литовской границе обостряется. Наши таможенники не могут оформить фактически возможное количество грузовиков из-за некорректной работы программных продуктов литовских контролирующих служб. Так, Отечественный таможенный комитет прокомментировал ситуацию на границе. У литовцев произошел сбой сервера. В итоге на выезд в Литву в очереди стоят более двух тысяч грузовиков. В этом году Славянский базар в Витебске пройдет с 14 по 19 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 числа. Здесь вручат специальную награду президента через искусство к миру и взаимопониманию. И пройдет гала-концерт. В фестивальные дни состоятся традиционные конкурсы взрослый и детский. Отборы на них еще продолжаются. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1141 пациент с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились без малого 315 тысяч человек. В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины «Спутник Ви». Разливают антиковидные лекарства на одном из крупнейших фармацевтических предприятий страны – биомедпрепараты. Первая партия в ближайшие три недели пройдет контроль качества у разработчиков «Спутника Ви». Это почти 100 тысяч доз. Препарат может быть использован для проведения вакцинации, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. В дальнейшем объем выпуска составит до 500 тысяч доз в месяц. Пока весенняя погода обходит стороной Европы, Беларусь наслаждается солнечными лучами. Уже к выходным синоптики обещают до плюс 15. На долгый тренд Виктория Полевко. Погода этой весной слегка не успевает за календарем. Зимний характер наблюдается в большинстве стран Европы. Одни страдают от затоплений, другие – от морозов. Земли Греции одновременно атаковали огонь и лед. Тем временем в Беларусь, кажется, идет весна. На выходных синоптики прогнозируют до 15 градусов выше нуля. Вот и дождались утренний хор птиц вместо будильников и скорое открытие дачного сезона. Правда, если верить народным приметам, пока не пройдет Радоинца и Пасха, ждет стабильный плюс и безоблачной погоды пока не стоит. На Турцию брошила зимняя ненастья. Утреннее движение транспорта в Стамбуле приостановило атака снежного шторма. Под раздачу попала и Анкара. Холод, проливной дождь и резкое снижение температуры не дают раньше времени открыть туристический сезон. Жители столицы тем временем лепят снеговиков, стоя в пробке. Высота снежного покрова здесь – 30 сантиметров. От одной опасной стихии к другой, после ожесточенной борьбы с лесными пожарами, в результате которых выгорели десятки миллионов акров земли, Австралию охватило одно из сильнейших наводнений – затопленные дома, пастбище и целые города. 500 мм отсадков зафиксировано в некоторых районах Квинленда и Нового Южного Уэльса и в два раза больше в одном из районов Нового Южного Уэльса. Но это не предел. Некоторые районы страны станут очевидцами паводков 100 лет недавности. Масштаб природной стихии достиг таких пределов, что эвакуации подлежат целые районы. В пятницу в Бобруйске будет пасмурно. Синоптики обещают послеобеденный дождь, туман и дымку. Днем до плюс 9, ночью до 5 выше нуля. Суббота порадует солнечной погодой и температурой до плюс 11. Воскресенье будет оплакивать наступление скорого понедельника. Дожди ожидаются утром, вечером и ночью. Температура днем плюс 10. Вся следующая неделя пройдет под таким же девизом – дождь и плюс. Виктория Полевко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Новости о недвижимости. Весной этот вопрос становится все более актуальным. Только в марте при стопроцентной оплате за квартиру в многофункциональном комплексе Минск Волл действуют скидки. 60 евро при полной оплате за всю квартиру. За что платить и как наконец перестать платить за чужое в репортаже. Только до конца месяца, а осталось всего ничего. Скидка 60 евро за каждый квадратный метр. Минск Волл не часто предлагает такие варианты. И даже если речь идет о небольшой студии, это экономия около 2000 евро. Крупнейший в стране застройщик уже создал лучшие условия для приобретения собственной недвижимости в Минске. Эта рассрочка на 100 месяцев, что составляет более 8 лет с первым взносом всего от 10%. Действует и партнерская банковская программа от Белинвестбанка. Александр Харлап выбрал вариант, подходящий для его семьи. Всегда мечтал жить в новом современном доме. Также мы потом посмотрели с женой, что здесь будет школа с бассейном. Так у нас подрастает дочка. Мы приняли решение, что это будет один из оптимальных вариантов для нас. И плюс, конечно, то, что здесь высотная застройка. У нас всегда была мечта жить на высоком этаже. Здесь метро буквально во дворе. То есть, я не знаю, там буквально пару минут пройти от подъезда до метро. Так как застройщик непосредственно на стадии строительства предлагает максимально комфортную и интересную стоимость. Вот. Мы все-таки приняли решение ложиться именно на стадии строительства. Премиальные условия для тех, кто инвестирует в будущее, действуют до конца месяца. Существенная выгода тем, кто намерен жить в самом центре Нового Минска. В центре, который станет сердцем города. Именно здесь построят международный финансовый центр. Это 10 тысяч новых рабочих мест и инвестиции с Востока и Запада. Здесь создают инфраструктуру, которую называют городом в городе. 12 детских садов и 8 школ, медицинские центры, общественные и коммерческие помещения. Крупнейший в стране торговый центр будет построен в этом месте. Минск World – это и новые возможности для развития бизнеса. Первые этажи домов, коммерческие помещения – они уже активно осваиваются. Принцип города в городе – это своя инфраструктура и возможности для жителей и современные стандарты района. Только у этого застройщика вместительный лобби вместо скучных подъездов и комплексный подход к развитию района и города. Ты можешь сделать комнаты по своим желаниям, очень хорошая инфраструктура, будет рядышком метро, то есть общественные остановки, садики, школы. Застройщик опережает сроки, предусмотренные инвестиционным договором. Только в этом году начались продажи квартир и коммерческих помещений уже в 22 домах. Застройщик предлагает сделать выбор на любой степени готовности объекта. У нас объемы строительства большие. Мы в этом году построим рекордное количество жилого и коммерческого простора, в этом числе и международный финансовый центр. 60 евро с каждого квадратного метра – существенная скидка. Именно то, что, возможно, поможет реализовать мечты вашей семьи. Не забывайте, что позиция застройщика – каждая семья со стабильным доходом должна иметь свое жилье. А до конца месяца это можно сделать существенно проще и экономнее для семейного бюджета. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!